Подводя итоги года, глава администрации Александр Кузьмичев посетил сразу несколько объектов социальной сферы. В четверг в двух детских садах открыли дополнительные группы. В дошкольном учреждении номер 196 прибавилось 18 малышей, которые будут ходить в новую ясельную группу. А всего за этот год в детских садах города стало больше на 330 мест. Рождаемость растет, поэтому нам приходится сегодня констатировать, что мы сдерживаем очередь, мы ее стабилизировали, то есть где-то 2 с небольшим тысячи человек у нас сегодня на очереди, но детей с 3 до 5 летнего возраста у нас на сегодняшний момент очень немного. То есть, в общем-то, острота проблемы в основном для детей с 1,5 до 3 лет. В 2013-м проблему будут решать дальше. Планируют открыть большой детский сад на Велишской на 12 групп и новый сад в пограничном тупике, в микрорайонах Московском и Новой Линки. Весомый вклад в уходящем году был сделан и в городское здравоохранение. Больницы ремонтировали, укомплектовывали новым современным дорогостоящим оборудованием. В третьей горбольнице делегации продемонстрировали новый рентгеновский аппарат. Вот этот рентгенологический кабинет, который мы сегодня осмотрели, он позволяет теперь обследовать любых больных. И весом до 230 килограмм это было серьезной проблемой, когда люди полные не могли получить рентгенологическое обследование по причине того, что оборудование было не рассчитано. По словам главы администрации, в целом 2012-й для года был успешным. Поработали эффективно и в следующем году темпы снижать уже недопустимо. Это серьезное дорожное строительство, новые магистрали появятся в городе, это будет полустройство дворовых территорий. Конечно же будет развиваться наша система образования, особенно вопросы связанные с компьютеризацией, созданием новых автоматизированных рабочих мест учителя. Город будет развиваться и в плане работы по созданию мест отдыха для горожан. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова